Региональный срез Региональный показатель, на ваш взгляд, он насколько вообще сопоставим с федерацией? Это я имею в виду по основным тезисам. То есть каждый пятый у нас столкнулся с нарушением прав и при этом половина из тех, кто как-то пытается решать... Это данные социологического опроса. Они не всегда совпадают с объективными статистическими данными по вопросам, связанным с обращениями в те или иные государственные органы по защите своих прав. Если говорить о итогах деятельности уполномоченного по правам человека за 2019 год, к нам обратилось почти 11 тысяч человек из 2,6 миллионов жителей Пермского края. В то же самое время другая статистика Пермского краевого суда свидетельствует о другом, что в целях защиты своих прав граждане в суды обращаются гораздо чаще. И судами Пермского края рассмотрено 1,2 миллиона различных дел. Из них только 9% это уголовные дела. Все остальные это почти 60% это гражданско-правовые споры, которые не только между людьми рассматривались судами, но и между человеком и организацией, например, оказывающей услуги и так далее. Если говорить о нашем аппарате, то традиционно уже почти 10 лет самое большое количество жалоб мы получаем на нарушение социальных прав. И здесь стройка, скажем так, она опять же традиционна. Это невозможность улучшить свои жилищные условия или нарушение жилищных прав при участии в тех или иных государственных программах человека, проживающего в крае. Затем это вопросы связаны с социальными выплатами, социальными льготами, в целом социальным обеспечением как таковым. На третьем месте это вопросы здравоохранения. И на четвертом месте это вопросы образования. Вот все-таки большей степени наших людей, конечно, волнует социальное, прежде всего, благополучие. И они чаще жалуются на нарушение социальных прав. А вот какой может быть процент из тех, кто обратился к вам в 2019 году, допустим, пришли к вам, ну так скажем, по остаточному принципу? То есть сами пытались что-то сделать, но не получилось? Мы тоже каждый год пытаемся анализировать. Я скажу, что примерно половина приходит действительно уже, когда они побывали в тех или иных организациях. Кроме того, в прошлом году мы зафиксировали тенденцию и, по сути дела, к нам направляют на рассмотрение тех или иных вопросов не государственные коммерческие юридические организации, которые, оказывая так называемые юридические консультационные услуги, по сути дела, вводя людей в заблуждение, получая с них деньги. Единственный канал, куда они направляют для решения проблем, это уполномоченный по правам человека. Названия этих фирм, они очень такие кричащие, у них достаточно активная такая рекламная кампания и в интернете, и в традиционных печатных СМИ, особенно в сельских территориях края. Поэтому люди думают о том, что они там действительно получат защиту. Реально же они приходят, составляется некая бумага, составляется некая жалоба, с них берутся деньги, там в лучшем случае тысяча рублей, в худшем случае у нас была жалоба, и мы сейчас направили в управление ФАС ее для рассмотрения. Человек заплатил порядка 100 тысяч рублей просто за 5-6 листочков абсолютно непрофессионального текста. Его обращение в полицию показало, что не видит государство здесь нарушений его прав. Ну, составляется договор очевидный. Совершенно верно. То есть, его спрашивают, вы консультацию получили? Получил. У вас в соответствии с договором обязалась фирма предоставить вам письменно подготовить обращение? Да, обязалась. Вы заплатили самостоятельно? Самостоятельно. Вот и весь разговор. И дело переходит в плоскость гражданско-правых отношений, а не публичных отношений, что позволило бы, например, возбудить хотя бы или провести доследственную проверку, либо затем по результатам возбудить уголовное дело по статье мошенничества или некачественное оказание услуг и так далее. Но пока государство реагирует, к сожалению, таким образом. А на ваш взгляд, на конечного гражданина это в итоге как влияет, когда сталкивается с, так скажем, недобросовестной юридической какой-либо фирмой? Это стимулирует больше самому знать свои права? Или все-таки идти уже в госструктуру, там, не знаю, может быть, в бесплатные юридические клиники и так далее? Во-первых, конечно, это все ситуации не очень эмоциональные, для людей неприятные, потому что они на этом этапе уже начинают, когда приходят, приносят обращение, и наши специалисты им разъясняют, что это обращение можно было сделать абсолютно бесплатно, прийти, написать самостоятельно или через интернет приемную отправить, или хотя бы проконсультироваться в сети бесплатной юридической помощи, которая у нас в крае есть. Это и государственное юридическое бюро. При всех вузах Пермского края, там, где есть юридические факультеты, созданы бесплатные юридические клиники, которые консультируют по своему графику, по разнообразным вопросам граждан, которые нуждаются в этом. Поэтому возможности есть, тем более, что, еще раз хотелось бы обратить внимание, всех жителей Пермского края, что обращения в государственные органы с целью защиты своих прав не облагаются никакими пошлинами, никакими налогами и так далее. Эти обращения абсолютно бесплатны. Тем более, что сегодня в крае действительно есть механизм, как удаленного возможности дистанционно отправить обращения, например, через краевой портал «Управляем вместе», так и в часы приема прийти в любой государственный орган и обратиться, получить консультацию или оставить письменные обращения. Павел Владимирович, по поводу доступности этих обращений как раз есть такое мнение. По-моему, вы даже в своем отчете тоже этот момент так или иначе показывали. То, что система, в принципе, стала чуть-чуть более открытой, и что можно через соцсети достучаться, писать где угодно, в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее и тому подобное. И что в итоге ответ есть. Вот в этом плане в регионе как дела обстоят? Давайте посмотрим, например, опять же, на краевой портал «Управляем вместе». Почти 36 тысяч различных сообщений, обращений по очень разнообразной проблематике поступило в прошлом году на данный портал «Управляем вместе». И результативность рассмотрения обращений граждан мы оцениваем достаточно как высокую. В частности, во-первых, срок рассмотрения обращения людей сократился и в среднем составил в прошлом году 6 дней вместо плановых 8 дней. Это первое. И второе, порядка половины, чуть больше 15 тысяч обращений, были решены положительно. Вот это, на мой взгляд, это очень важный результат. Это сохраняет доверие между людьми и органами власти. Ну и, кроме того, вы совершенно правы, в прошлом году главы местного самоуправления территорий края, должностные лица органов государственной власти, в том числе губернатор, очень активно использовали возможности социальных сетей, проводили прямые эфиры, заранее собирали вопросы через социальные сети, отвечали на эти вопросы и так далее. Кроме того, у нас очень активизировался депутатский корпус, как региональный, местный, так и федеральный. И плотность тематических приемов, личных приемов в тех или иных территориях возросла в прошлом году кратно. Но так ли все открыты? Вот мне больше интересно все-таки в плане сети. У нас есть два проблемных государственных органа, которых я написал в своем докладе и вынес в их адрес определенные рекомендации. Мы не удовлетворены работой с обращениями граждан краевой государственной жилищной инспекции и государственной инспекции труда по Пермскому краю. К сожалению, эти два государственных органа отказывали людям, которые обычной почтой, либо электронной почтой, не авторизуясь на сайте госуслуги, направляли свои жалобы в эти два органа. И абсолютно по формальным основаниям, в рассмотрении содержательным жалоб граждан, это очень две серьезные сферы. Право на труд, защита человека труда и в сфере ЖКХ. Это болезненные темы. Тем не менее, два госоргана, ответственные за эти направления, за надзор в этой сфере, подходили формально к таким обращениям. А как показал потом анализ, в основном это люди, у которых был, например, пенсионный возраст, это чаще всего, у которых нет возможности или не знают, каким образом воспользоваться современными электронными сервисами государства, у них вообще интернета даже нет. Поэтому они вынуждены сидеть и писать от руки, для того чтобы пришли, проверили, им помогли в той или иной проблеме, но вот подходили формально. Я надеюсь, что мои рекомендации будут в этом году учтены, и в соответствии с 59-м федеральным законом, все обращения, поступающие любыми каналами связи, этими двумя госорганами будут рассматриваться. Павел Владимирович, буквально последний вопрос, понятный из актуальной информационной повестки, так скажем, в связи с всем этим шумом вокруг коронавируса. На ваш взгляд, количество обращений увеличится или нет? Нет, я спрашиваю это в том числе потому, что, ну понятно, то есть сейчас люди там прилетают, их сразу отправляют там под домашний карантин, соответственно работодатель там будет оплачивать, либо не оплачивать, это уже посмотрим, как по практике будет. Прогнозировать возможный рост обращений мы можем, потому что мы видели ситуацию кризиса, например, 2008 года, затем 2014 года, и как раз вот в эти периоды у нас действительно в деятельности аппарата количество обращений, связанных, опять же, с правом на труд, с оплатой труда, все, что касается вот социальных каких-либо гарантий, не только тем, кто трудился, но и тем, кто работал по гражданско-правовым договорам, резко возрастало. Конечно, мы к этому готовы. Недавно мы заключили соглашение с Государственной инспекцией труда по Пермскому краю, и надеюсь, что вот в этот период не очень простой, в том числе для работников, для работодателей, но и правительство Пермского края выработает какие-то меры поддержки, особенно малого и среднего бизнеса, да, по которым больнее всего ударяет любой экономический кризис. Так и мы будем оперативно реагировать совместно с Госинспекцией по труду на те или иные обращения, связанные с нарушением прав работников. Мы будем надеяться, что их будет не так много. Очень хотелось бы, чтобы мы все достойно прошли эту непростую ситуацию. Спасибо большое. В студии РБК Перм был Павел Миков, полномоченный по правам человека в Пермском крае. Продолжение следует...